К сожалению, нечем поделиться с вами. Вот так вот я отвечу на этот вопрос. Но я думаю, что у Владимира опыта больше, и он как бы вырывает микрофон и, собственно, встречный. Да, жаль, что этот Владимир сегодня не пришел. Но есть... Мне кажется, знаете как... Давайте дадим слово продюсерам. Тем более... Да, ну а чего? Раз... Катюша. У нас, кстати, несколько Кать. И... Кать, ну... Идея, так далее. Значит, у тебя было что-то с Андреем? Мне неудобно говорить об интересных свиданиях, потому что у него муж рядом все-таки, понимаешь? Все-таки ответьте нам на вопрос. Интересное свидание? Знаете, забавное свидание было как раз-таки с супругом, но я его не помню. Это замечательная история. Спасибо вам большое за этот рассказ. Ребят, ну, если вы хотите узнать, как у меня это... Здесь есть некоторые люди, которые хотели... Да? Че грехотейд? У меня было. Я уже мужчина. У меня есть дочь. Вот. А все, что было до свадьбы, это, мне кажется, было не так интересно, как потом. Жене назначал, добивался. У нее был какой-то скалолаз. Он от меня один раз получил, хорошо. Больше его не было. И так я женился. И очень романтичная история. Мне кажется, в кино у нас все гораздо забавнее. Ну, как-то... Да. Так как-то нужно срочно поднять артиста. В общем, да. А Слон еще была к тому же девочкой. В жизни. Нервничала без мальчика. И там у нас как раз совпало сценарий. Но только я обращался к ней как к мальчику. Может быть, это ей не всегда нравилось. И еще разок в одном дубле эта замечательная девочка решила меня приобнять. Об этом. Вот, как вам сказать. Ну, знаете как. Вот когда не хочется в туалет, а надо. Такое было ощущение. А так вообще замечательно. Вообще я животных люблю. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Артур Чачилов. Фильм про уголки. Владимир, вопрос к вам. Вы уже фактически ветеран движения 8-мартовских комедий. Это уже который год. Вот хотелось бы вверх узнать... Хотелось бы, чтобы я оставался ветераном и не был инвалидом. Ну, вот, собственно, у меня вопрос по поводу инвалидов этого движения. Не хотелось бы вам как-то расширить, так сказать, круг своих интересов. Может быть, выпустить кино в каком-то другом жанре. И, возможно, будет ли на следующий 8-й марта или не на следующий 8-й марта фильм, который будет не связан с комедией. Хотя, безусловно, вас знают как комика, да, как шоумена. И зрителю, наверное, удобнее воспринимать вас именно в этом блоге. Вечное предложение сразу просто. Ну, мне кажется, серийный убийца. Нет, ну, честно говоря, мне кажется, что, знаете как, не все рождены для того, чтобы, наверное, играть Гамлета. Я, наверное, один из тех немногих, который точно понимает, что мне это делать не нужно, да. Вот. И потом мне очень комфортно в этом жанре, вот. А в другие жанры меня и не зовут, признаюсь вам честно. Я думаю, что они переживают, что может что-то другое у них получиться. Знаете, задумывали драму, а получилось, ну, такое бывает в российском кино, вот, когда они тех зовут. Так что я, честно говоря, и не претендую ни на что. А могут вообще не звать, ничего страшного. Оставим.